Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы поговорим о бородавках на руках, очень часто они бывают на кистях у людей и в причинах лечения. Ну, во-первых, разберем причину бородавки. Это, конечно, зарождение вирусом папиллома человека. К счастью, те вирусы, которые вызывают бородавки именно на руках, как правило, не являются онкогенными, то есть опасными в плане перерождения онкологии. Хотя такое хоть и редко, но встречается. Соответственно, от момента заражения непосредственно вируса папиллома человека до момента появления бородавок может пройти много месяцев, а даже и лет. Потому что вирус папиллома человека, как правило, через неповрежденную кожу, во-первых, не попадает в организм человека. Нужны какие-то микротравмы. И чаще всего на руках как раз они и присутствуют. Это небольшие порезы, сами, на которых он может даже не замечать. Именно поэтому бородавки на руках очень частые. Соответственно, дальше после проникновения и какого-то падения иммунитета, будь то снижение иммунитета при переохлаждении, ОРЗ, какой-то травм, может быть, при погрешности в диете, отравлениях, вирус начинает стимулировать деление клеток. Но клетки делятся неполноценно. Именно поэтому повышенное деление клеток формируют нарост, нарост и на руках. Внешне они могут выглядеть как обычные или вульгарные бородавки и плоские бородавки. В чем отличие? Ну, если вульгарные бородавки могут быть достаточно большими по размеру, то полутора-двух сантиметров и более. Иногда они сливаются, иногда текут в виде одной единственной бородавки. У вульгарных бородавок или обычных бородавок в переводе можно рассмотреть отдельные вот такие вот шибики, внешне проявляющиеся. И также у вульгарных бородавок достаточно характерно наличие маленьких тромбированных капилляров, таких темно-коричневых пятнышек на поверхности бородавок. Из-за чего они появляются? Из-за того, что капилляры внутри кожи лопаются, в том числе и вследствие травмы. И вообще, естественно, что бородавка снабжается сосудами несколько не так, как нормальная кожа. И данные капилляры после того, как они лопаются, тромбируются. Там вот этот тромбик маленький, и видим, как сукровица и вот эти маленькие пятнышки травмированных капилляров. Плоская бородавка, она действительно и по названию видно, более плоская, имеет, как правило, маленькие размеры, однако по количеству плоских бородавок, как правило, несколько. Часто они непосредственно примыкают друг к другу, образуют кольцо и другие причинливые формы. Если, соответственно, говорить о течении бородавок. Дело в том, что бородавки могут проходить и самостоятельно, особенно при каких-то повышениях иммунитета, когда иммунитет начинает бороться с вирусом, некоторые бородавки проходят. Редко оно бывает, когда и все бородавки проходят. Реже это происходит с ударными бородавками, чаще с плоскими. Что касается непосредственно лечения бородавок. Здесь, по слову лечения, многие, конечно же, понимают ударение, но правильно под лечением понимать, конечно, коррекцию иммунитета, так, чтобы организм сам выгнал эти вирусы изнутри себя. Как происходит правильно коррекция? Это значит, вы не самостоятельно начинаете принимать какое-то иммунное средство, которое вдруг понравилось вам по рекламе. Ни в коем случае. Помните, что вы можете этим самым очень сильно навредить себе. Правильно сдается иммунограмма, либо иммунограмма уже с подбором препаратов, которые потом и применяются для лечения конкретно вашего организма. К сожалению, иммунитет у всех не специфичен, он разный. И, естественно, каждому человеку нужна разная стимуляция разных звеньев иммунитета. Именно поэтому сейчас на рынке присутствует порядка 400 разных препаратов и иммунодуляторов в России. И, соответственно, естественно, что вы не можете угадать, что вам нужно иммунитет или другое средство. Поэтому сдается анализ крови на тощак иммунограммы, крови с вены берется. И через несколько дней, когда известен результат, иммунитет уже подбирает вам препараты. Что касается удаления, то бородавки на руках удаляются большинство известных методик. Из медицинских методик это, соответственно, применение лазера. Это, наверное, самая современная методика, когда бородавки сжигаются в пучке электронов, которые направлены. Это применение радиоволновой методики, когда радиоволна убирает бородавки. Это аппарат сургитуран, в частности, наиболее современная. Ну и это жидкий ассут. Вот, в принципе, три метода, которые наиболее активно применяются для удаления бородавок на руках. Естественно, что идеальным будет сочетание лечения от иммунолога с помощью сдачи иммунограмм, и на фоне этого лечения происходит удаление. Такие методы лечения дают наибольший результат, наиболее эффективный результат. При образовании бородавок на руках или на других участках тела у нас имеются все современные методы для диагностики и лечения бородавок. Ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.